на месте мы приветствуем максима интересуемся готов ли он диагностики чистки доверили он нам свое биополе на период сеанса я слышал у него тонкое тело она как запакована сверху накрыто и перевязана его не видно но видно одна из частей тонкого тела она как зовет туда она соглашается показывает где он потому что хорошо хорошо все понятно скэнер просканирую сейчас максима отключи эту подключку активируй все чипы датчики импланты в его биополе ты вижу их четко и ясно отключает а все выводи вместе с этой оболочки разрезаю выводи из биополя максима ящер точно наш пигован какими-то все тяжелое все это отключает скэнер проволоки оболочка вышла сейчас хорошо чипы выходят голове чипы шея это от этой подключки чип хорошо есть они ноги до вышли отправляя их в эту же клетку где находится эта конструкция мешок хорошо так лучше максим он как разогнуться пытается руками руки вверх поднимает проверяет намного лучше хорошо скэнер дай мне полноту души максима на настоящий момент где-то ведь цифры 82 87 87 это значит находится 5 процентов в конструкции а остальное было отправлено не так ли да хорошо да и команду на счет риска на расканировать пространство над головой максима под ногами 360 градусов вокруг него на всех семи тонких тела ложеками 1 2 3 скэнер сканировать систем тонких тел максима находит все это не ему тонкое тело потому что она с ним не соединяется это куратор привел к нему я сейчас не в ней не понял вера кто у нас находится причем здесь куратор я тебе сказала что его тонкое тело показывает где он он весь упакован это не его тонкое тело это его куратор привел к его биороботу сперва потом тонкой копии нам надо матрицы вернуться нет у нас комнате его куратор в комнате выглядел он как тонкая тонкое тело так снимается маски и голограммы фантом представить перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду днк эта женщина но она не не пришла чтобы дать информацию надо вела просто чтобы вы почистили работаем с тонком телом которого нам показал его куратор куратор если хочет может остаться в этой комнате диагностики нет не хочет что ее задача была найти его и показать потому что он был полностью скрыт хорошо я все понял благодарю куратора на этом месте начинаем работать у него без без мимикрирует понятно кто в нижней чакре там шевелится копошится кто-то кто выходит это красный дракон красный дракон выше гомоноид вот ящер вот тоже ближе и сукоп у него и сукоп но этого достаточно принципе и так какой нас без 8 сколько находился биополе 4 года в квартире присутствуешь какой нас красный дракон 28 16 сколько ты присутствуешь в этом биополе 2 года 7 месяца контракт у тебя есть нет хорошо гомоноид откуда гомоноид ты работаешь на ящера в данном случае да в данном случае мне это не совсем понятно в какие я работаю на себя хорошо сколько находишься в этом биополе 13 лет 13 лет какой нас ящер 348 348 что ты здесь делаешь находясь в этом биополе ящер 348 тыс энергии а те давал кто-то свое согласие на это подпитку я не спрашиваю ну таки от этого не буду спрашивать моих руках появляется шар живой плазмой 1 2 3 хорошо сейчас я этот шар разделю на две равные части между гомоноидом и ящером кто хочет получить первую часть или мне самому выбрать между ваше согласие не надо как и вам не надо было согласие этого этой души входя в ее биополе у них защита появляется ой отлично убирая живую плазму влад от работы пожалуйста ты же хотел проверить лазер давай сожги их защиты обоих уложи на пол того кого надо уложить пошел процесс он пробивает защиту дальше команду дай какой-то хорошо достаю печать семя архангелов каждый из них получает по мощному удары сжигая их защита 1 2 3 пошли удары ну я еще раз как ожог получается у него вообще кто рыхлое тело туда входит внутрь этот ожог а гомоноид а гомоноид теряет энергии у него нет части тела я не слышу их прость прекратить воздействие остановись ящер просит хорошо останавливаем этот процесс хорошо ящер я надеюсь ты понял куда ты попал здесь с тобой никто не будет разговаривать если ты будешь отвечать так как ты отвечаешь ты ответил я зашел по беспределу то есть без всякого разрешения просто потому что я так захотел я тебя сейчас продемонстрировал что случается в таких случаях когда кто-то что-то просто хочет и не согласовывает это ты начал выставлять защиты я эти защиты сжег следующие будет спираль тебе в горло и дырка в голове гомоноида если вы еще раз попробуйте мне не ответить на какой-то мой вопрос все понятно демонстрирую силу на своей территории хорошо понятно у тебя существует вероятность такая большая что ты можешь сегодня не уйти вообще на свою территорию я тебя продемонстрировал до этого живую плазму ты думаешь я шучу ты не знаешь что я ее применял на ящерах и гуманом все понятно начинаем с реверса энергии даю команду тонкой копии максима с проецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэборационную энергию в его биополе каналы выстрелились сущности каждый подходит к своему каналу даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкоэборационной энергии откат всех негативных программ негативных мыслей форм пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к максиму энергии страха энергии неуверенности энергии всех к болезни. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Выстраиваю прямой канал от Максима к этой конструкции чипом и реверсом, да и все негативное, патогенное, все, что он получил от них. Пошел процесс. Мой вопрос ко всем. Кто ответственный за его боли в спине? Это конструкция гуманоида. Она находится... И проволоки, которые перевязывали. Хорошо. Конструкция еще находится в биополе? Нет, конструкция в клетке. Хорошо. Гуманоид сегодня, наверное, хочет испытать всю эту боль. Я могу спросить у Максима, не хочет ли он отдать гуманоиду всю боль за 13 лет, гуманоид. Как ты считаешь? Ты не возражаешь? Максим хочет отдать. Максим хочет отдать. Ну что ж. Гуманоида нет энергии разговаривать. Гуманоида нет. Я просто боюсь, что если мы сейчас дадим ему откат, от него останется вообще ничего в этой комнате диагностики. У меня не входило в это мои планы. Поэтому мы будем тогда смотреть дальше по ходу работы. А что у него сил нет, Вера? Ты сжег ему часть тела. Хорошо. В нижней части половина нет. Хорошо, Максим. Будем считать, что вы дали свой откат. Если мы ему дали за 13 лет, его просто бы уничтожило. Здесь он бы сошел с ума. Ждем окончания реверса. Реверс закончился. Устанали фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Максим забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Максим себе обратно. Он хозяин своих энергий. Забирает все свое себе обратно. Забираем из этой конструкции чипов все родные энергии. Все, что на чистоте Максима находится мощным потоком, пошло назад. И усилив потоки в 50 раз. Готово. Хорошо. Суккуб, сколько ты находился в этом биополе? Три года. Выходи. Снимай все, что ты оставил в его биополе. Отключайся, возвращайся назад. Он все снял. А что там было? Накидка была? Нет, у него в нижней части был подключик. Кеннер, просканируй сейчас Максима на чистоте гуманоиды и ящера, их подключи, конструкции чипов. Осталось ли что-то незамеченным? Пошел процесс. Да, есть у него подключика еще в позвоночнике. Вот. Выводи ее, отключай ее полностью, аккуратненько. Все, что с ней связано, тоже выходит из биополя. Пошел процесс. Придется реверс делать. Она как вытягивается из его позвоночника и накручивается в рулетку. Хорошо. Готово. Отправляю ее в клетку-тюрьму. Выстраиваю от Максима прямой канал к этой, как ее назвать, Вера? Рулетка? Угу. Рулетки. И реверсом иду все негативная патогена низкоаберационная. Что Максим получил от нее мощным потоком? Пошел назад. Пошел процесс. Ну и к ней возвращается, как что-то типа яда, что-ли. Вот это мы и искали. Ну что ж, ящер. Хочешь проверить свои подключки на себе? Потому что гуманоид не может, он занят немножко. У него половины его нету. А реверс закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на этот канал в порядке реверса. Максим забирает из этой рулетки весь биоматериал. Все родные энергии, все, что на его частоте находится, мощным потоком пошло назад. Да, будет так, а так и есть. Не уйдет биоматериал назад. Вот. Позвоночник встает на свои места. Я не знаю, ящер. Я тебя считаю садистом вместе с гуманоидом. Вы перешли все границы. Готовы. Больше ничего не осталось на чистоте ящера и гуманоида. Скэнер все нашел. Да, Вера? Да. Переходим к красному дракону. Красный дракон. Ты два года находишься в этом биополе. Где стоят твои оплаты? У горловая сердечная чакры. Как она воздействовала на человека? Жгла. Разжигала. Ты была ответственна за эту пробитую сердечную чакру, как он описал мне ее, что у нее идет холод. Такое ощущение, что она пробита. Это твоя работа? Она не пробита. Она заполнена моими энергиями. Ну, начало ее, как будто она пробита. Разжигает его. Ты не считаешь, что ты перешел границы дозволенного? Он же живой. Достаю печать дракона, включаю на полную мощность. Хорошо, дракон, ты тоже будешь живой. Ну, посмотрим, каким ты будешь сейчас. Он просто остановит. Выключаю печать. Я тебе сейчас продемонстрировал твой ответ, как он воздействует. Но он же живой, ты же тоже живой. Почему же ты тогда просишь меня остановить через пару секунд? Мне неприятно. А кому было приятно? Ему было приятно? Ты об этом думал вообще? Или ты считаешься творцом? Может, ты такой же, как и я? Это не творение. Вот и именно. Это паразитизм называется, то, что ты делаешь. И за это надо нести ответственность. Выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад. Готово. Давно я таких паразитов не видел на одном участке земли. Скажем так. Хорошо, бес. Твоя очередь. Выходи. Отключайся полностью. Где ты сидел? В ногах? Ноги и руки под ключики у него. Хорошо. Снимай эти подключики. Скажи мне, где лярвы находятся в биополе Максима? То, что они есть, я даже не сомневаюсь после таких воздействий. Низ живота, сердце. Низ живота, сердце. Голова есть. Еще затемнение есть сильное? На нем позвоночник весь серый. Ты хочешь получить эти затемнения и лярвы? Хочешь ты. Тогда отключись и доложи мне, что ты закончил. Я дам отдельную команду. Студнял. Разрешаю тебе забрать все лярвы из затемнения. Ничего не забывая, возвращайся назад. Забрал все лярвы. Даю команду на рассинхронизацию Максима с бесом, гуманоидом, ящером, их конструкцией, чипами и этой рулеткой, красным драконом и суккубом. Пошла рассинхронизация до 100% за заканчивается автоматически. Красный дракон, ты присутствуешь в квартире? Да. Хорошо. Гуманоид, ящер, кто из вас? Вы остановили плату или что-нибудь в квартире? Нет. Хорошо. Синхронизация закончена. Включай внутренний белосвет Максима, этим светом выдавляет из себя все негативное, патогенов, низкоабрационное, чужеродное, находящееся в его биопуле. Один, два, три, свет пошел. Энергия выходит, формируется перед ним шар. Все остаточные энергии от интерферентов и их подключек летят в этот шар. Шар есть. Большой? Меньше меча чуть. Открывая под ним воронку в галактической ядре, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяя, даю команду Скеннеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Он чистый. Хорошо, Скеннер, дай мне полноту души Максима на настоящий момент. 87. Так и есть. Хорошо, Максим, у вас похитили 13% души. Вы желаете вернуть ее назад? Он говорит, конечно, желаю, я себя пустым ощущаю, без души. Сейчас вернем. Выстраивается прямой канал от Максима к его частичкам души и биоматериалу, где бы они ни находились. Один, два, три. И реверсом забираем назад из его копий. Есть биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Максима находится, мощным потоком пошло назад. Все свое забираем по праву. Поставь монитор, Вера, посмотри, откуда он забирает из двух копий, я вижу их. Две копии сделано. У ящера стояли? Ну, ящера я не вижу, я вижу, как в помещении там две копии. Хорошо, забираем все. Там есть другие души еще? Я не вижу другие, я вижу четко его две копии, которые сейчас падают на, потому что из них все ушло. Все вернулось. Отлично. Хорошо. Скеннер, дай мне полноту души Максима на настоящий момент. Сто. Сто процентов. Мы вернули вашу душу. Замечательно. Не только душа, там биоматериал вернулся еще. И биоматериал, который они забирали из его позвоночника. Конечно. Это была причина этих болей. Подхожу к Максиму, помогая моей энергии отстегнуть все каналы. К интерферентам и их подключкам на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы. Отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, мы закончили здесь. Бес, я сейчас открою портал, отправлю тебя в квартиру. Ты соберешь все, что ты там оставил. После этого ты мне покажешь все порталы в квартире. Я закрою их. И я могу тебе собрать негатив в дорогу, если тебя это интересует. Все понятно. Хорошо, открывается портал в квартиру Максима и Бес уходит в этот портал. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Что же касается Красного Дракона. Красный Дракон, я тебя отпускаю сейчас в квартиру, снимаю все свои платы. Я проверяю, отпускаю тебя на твою чистоту. Первый раз. Все понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру Максима. Красный Дракон уходит в этот портал. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Сокуп. Больше никто не нуждается в твоих услугах. Ты готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. Забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствуйте еще раз. Ли, у меня здесь случай с очень сильной болью в позвоночнике у человека. Его 13 лет мучил гуманоид с ящером. Они сделали две копии. Мы вернули 18% души. Была куча чипов, конструкция. Все это стоит сейчас в клетке тюрьме. Ну, я сейчас пришел позже. Вижу ситуацию. Мне кажется, у них там еще много есть чего. Их мы забираем. Подключки уничтожить. Хорошо. Под подключками, конструкцией, чипами и этой рулеткой открывается воронка в галактическое ядро. Все это уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Их тоже забрали. Это что от них осталось. Поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Максима до 640 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Есть. Хорошо, Максим. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Ярко, гибко, легко. Как вы поняли, из чистки причина ваших болей в спине была найдена. Все это выведено. Безусловно, пройдет некоторое время для того, чтобы все полностью восстановилось. Вам нужно обязательно сбрасывать негатив, заправлять себя родными энергиями. Количество энергии мы дали, как и частоту вибрации. Вы должны визуализировать эту энергию, чувствовать, как она поступает по чакрам от нижней к верхней. После того, как вы закончите, вы должны синхронизировать все энергии и вибрации. Как это делать, мы показали в этом сеансе. Кроме того, наш администратор перешлет вам рекомендации после сеанса. Хорошо. Мы еще делаем запрос. Куратор не хочет добавить что-то от себя. Максима? Хочет. Пожалуйста, приглашаем в комнату диагностики или так? На комнате та женщина. Мы приветствуем вас, уважаемый куратор. Как нам обращаться к вам? Приветствую вас. Я здесь для того, чтобы сказать слово благодарности. Во благо. Это наша работа. А также сказать пару слов по дальнейшему исцелению биоробота. Здесь есть два пункта, которые нужно выполнять. Первое — это энергетическое тело, которое нужно наполнять энергиями и пропускать их через больные места, через каждый позвонок, снизу вверх, наполняя энергией и расширяя визуально пространство между суставами и позвонками, наполняя энергией исцеления. Второе — это физический биоробот, который на физическом плане претерпел определенные искажения и испытывает физическую боль. Здесь затронуты нервные окончания, которые защемлены в определенных местах. Именно поэтому нужно гармонизировать свой биоробот, представляя все свои энергетические центры. Вставлять можно в любом, в любой перспективе, внутри себя, наравне с телом или за пределами физического тела. Насколько хватает фантазии и визуализации. Гармонизируя биоробот с тонкими телами, энергии переходят на биоробот, приподнимая все позвонки и расширяя суставы, давая энергии пройти сквозь защемленные места. Работа с энергиями и визуализациями поможет синхронизировать биоробот, тонкие дела. Дальше развитие души непременно поможет привести к другим практикам и методикам. Благодарю. Я представлюсь. Мое имя Айша. Айша. Приветствую вас. Айша, если я не ошибаюсь, это красивая переводится с арабского языка. Да. Уважаемая Айша, в этой комнате диагностики есть очень добрая традиция, о которой вы не знаете. Пока все кураторы, все учителя, которые к нам сюда приходят, получают от нас один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Айшу, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее визит сегодня, за эти слова и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Да, я с радостью приму эту корзину. Нам очень приятно. Благодарим вас. Если со временем у Максима возникнут вопросы, он всегда может с вами встретиться и задать эти вопросы. Мы обязательно ему поможем. Благодарю. Но сначала вы ему дали домашнее задание, которое он должен, безусловно, над ним работать. И мы благодарим вас, уважаемая Айша. Вторая традиция. Мы никогда не говорим прощайте. Мы говорим до скорых встреч. Желаем вам всего наилучшего. Я говорю до скорых встреч, уважаемая Айша. Я остаюсь на связи. Остаемся на связи. И рассинхронизируйся, Верочка. Ух ты. Максим, мы закончили встречу с... Эх, встречу. Мы закончили вашу чистку и встречу с вашим куратором, незапланированную. Вы получили инструкции, домашнее задание, что вам нужно сделать со своей стороны. Мы все сделали. И дали вам советы. Самое главное, это визуализируйте все, что вы должны делать. Вы должны просто точно знать, что вы это делаете с открытыми или с закрытыми глазами. У вас все получится. Как вы себя чувствуете, кстати? По-новому чувствую, наполнен энергией, как я уже сказал, гибкий и яркий. Благодарю за эту встречу. И мне приятно выслушать напутствие своего куратора. Вы можете всегда ему задать свои 10 вопросов. Когда возможность такая возникнет, обратитесь к нашему администратору. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И сразу переходим к чистке вашей квартиры. Субтитры создавал DimaTorzok